У меня к этому конкурсу и вообще к конкурсам, которые в российском государстве существуют, особое отношение. Говорит о соперничестве театров Российской Федерации, когда это было бы очень громко сказано, можно говорить о соперничестве, допустим, двух городов Москвы, Санкт-Петербурга, ну и еще трех-четырех городов Российской Федерации. Причем соперничество двух городов, оно действительно существует, это явное, а в Российской Федерации городов, провинции, будем так говорить, оно это просто политическое вещи. В любом случае спектакль, который номинируется на маску, это явление художественное, которое отмечается прежде всего самим зрителям. То есть, если люди идут на какой-то конкретный спектакль, значит, это произошло художественное событие. Здесь за последние годы в нашей стране такого мы не наблюдаем. Здесь задача стоит абсолютно другое, иное прочтение до этого времени, которое существовало, того произведения. То есть, перевернуть вот таким образом, чтобы такого вот еще не было. Вот такого не было. И здесь не имеет никакого значения, будет оно потом популярным среди зрителей или не будет популярным среди зрителей. Я не исключаю экспериментов, я не исключаю здесь новшества какие-то, которые могут быть поставлены и потом сложены в корзину. Понимаете, в чем дело? Это, оно всегда имеет место быть, потому что, как надо, маленький процесс театра, это тоже предполагает. Но речь идет о лучших спектаклях. То есть, когда речь идет о лучших спектаклях. То есть, мы говорим, товарищи, вот это и того. Сюда, пожалуйста, идите. Вот, обратите внимание, посмотрите. Мы не ставили задачи действительно выступать или готовить на эту массу какой-то спектакль. Но, и никто не может прогнозировать, какой получится спектакль. Но театр накопил определенный художественный опыт свой. И достаточно высокая эстетика, и музыкальная, и в целом театральная. Поэтому те постановщики, которые здесь выступают, они, в принципе, очень высокого класса. И получается спектакль. Вот я вам скажу, мы дожили, выхода на маску, это не мы были инициаторы. Нас просили, нас просили, чтобы мы участвовали в этой маске. То есть, вот мы дошли до такого момента, что уже и, значит, все эксперты, которые видели этот спектакль, мы вас просили. Вот все предполагали, что окажется соперник, а вот она выступила таким образом, что соперника не оказалась. Он был, существует, то есть она мастерством превзошла своих конкурентов, и все члены жюри единогласно дали ей эту золотую маску. Я не говорю, что мы, знаете, мировой театр, но это было сделано стильно, это было сделано без помара, это было сделано современно, это было сделано, как вам сказать, ровно по певцам, и на пирамиде звезда такая просто. И все это, как-то, под маркером Татарский академический театр. Когда Рафарь Собиревич попросил меня выступить на золотой маске, я сказала «нет». Потому что очень плотный график, и когда дата выступления стояла 2 апреля, а 3 апреля мне выступать в Вене, в Венском государственном апреле, я сказала «нет, я не могу». В итоге я была вынуждена отменить свой венский контракт для того, чтобы выступить 2 апреля на сцене Большого театра. После «Царицы ночи» это моя самая сейчас любимая и наиболее востребованная партия. И до участия на золотой маске я уже получила ангажементы на «Лючили» в Ла Скала, в Ковенгардене и в Метрополитен Опер. Поэтому для меня «золотая маска» это в первую очередь поддержка Рафарь Собиревича театра и поддержка республики. Я настолько редко выступаю в России и в родном театре в Казани, что я не могла отказать. Поэтому так сложилось, что я отменила свой венский контракт и приехала в Москву. Я очень долго шла к этой партии. Я полтора года только изучала ее для того, чтобы спеть ее впервые в Казани. Потому что «Царица ночи» это совершенно другое. Это, грубо говоря, вышел. Грубо говоря, это спорт. Владеешь голосом или не владеешь. А «Лючия» это владение голосом и через голос передавать характер героини. Меня может и шестер заставить на голове стоять или лежа петь. Но если ты не владеешь голосом, как мне сказала Рената Скорта, в этой партии ты голый и не умеешь, нет у тебя верхних партий, значит ты не споешь эту партию. Поэтому я очень рада, что мне удалось одарить именно эту вершину в Великантовом репертуаре. И честно признаюсь, я просто вышла 2 апреля и спела на достойном уровне, наверное. Я ни на что не рассчитывала. И получение «Золотой маски» для меня было, откровенно вам признаюсь, неожиданностью. Это единственная номинация, где было 9 певиц. Это самая большая номинация. И я просто вышла и пела. Я ее оставлю в Казани, конечно. В Казани? Сколько она весит? Тяжелая? Вместе с коробкой тяжелая. Наверное, 2,5 килограмма. Сама маска только. А настоящее золото или бриллианты? Не знаю. Я не эксперт. Нет.